Сотая свеча в городе Харькове И с Божьей помощью мы смогли отдать свой гражданский долг на протяжении 100 дней Изо дня в день, в любую погоду, при любых обстоятельствах, несмотря ни на что Нас было меньше, нас было больше, но мы были всегда Мы были в холод, мы были в проливную дождь, мы были в жару И рядом с нами были представители нашей общественности, нашего города Мы, дорогие, я благодарю вас за то, что вы были всегда с нами Были всегда и есть сейчас, в этот последний день Когда поминальная свеча города Харькова своей последней вспышкой Отдает символично этому городу все свои надежды, чаяния, всю свою любовь, всю свою заботу И не забудь про нее Была страна, была совсем еще недавно Одна, единственная, мирная была Ну так уж сложилось, что в этой стране есть Киев Ее столица И все неприятности этой страны начинаются именно там Именно там начался война Первые столкновения граждан, когда-то бедной страны, государственной машиной Первые взрывы, первые жертвы Эмоциональный взрыв на площади независимости Привем потери государственных территорий Привратил военную, гражданную, наиболее населенную часть страны Привратил разрушенную конструкцию регионов И, что самое страшное, привел к многочисленным, неоправданным жертвам среди населения по всей территории Украины К жертвам, спровоцированным внутренним гражданским противостоянием Возникшим на почве национального, языкового, духовного Ранее разнообразия, теперь коренного различия между народами, населяющими страну 23 года независимости И 23 года политики этой страны играли в игру под названием Русский язык и русский, русскоговорящий человек Его роль и место в системе национальных ценностей доигрались Политический нигилизм Низкая политическая культура представителей высшей власти в государстве Завышенная, ничем не оправданная амбиция отдельных ее представителей Откровенная неуравновешенность отдельных политиков Неуважение к основным положениям, закрепленным в Конституции государства И прежде всего право на жизнь И более заявление каждого гражданина Попрание всех человеческих и духовных ценностей Преступная безнаказанность Представительной одной части гражданского общества И беспрецедентное, неадекватное давление На политических абонентов, не складящих вплоть до физического уничтожения И делом к суровому противостоянию в обществе По данным ООН По координации гуманитарных вопросов Озвученных представителями организации Джоном Дингом На востоке Украины погибло Около полутора тысяч человек И более четырех тысяч ранено Внеутренняя эмиграция людей, спасающихся от ужасов войны Составила почти 118 тысяч человек По предварительным подсчетам Внешне около 170 человек И мы понимаем, что эта цифра далека отыщена Потому что это официальные данные А так называемая просвещенная Европа И так называемые демократические Штаты Америки Вообще не желают видеть то, что видим мы Трагедию украинского народа Откровенный геноцид народов, населяющий юго-восток страны Тотальное уничтожение генофонда государства И полную экономическую разруху Вопрос Не видят или не желают видеть? Ответ Не желают А мы видим Видим Страдаем и скорбим Призываем все мирное сообщество, мировое Открыть глаза на кровавую действительность Многострадального народа Поминальная свеча города Харькова Напоминает тем, у кого проблемы со зрением Харьков 17 марта 2014 года В результате конфликта убито два человека 20-летний Артем Жудов Скачался на месте От сквозного ранения в области шеи Перебит позвоночник Погиб Алексей Шаров 31 год Был ранен 20-летний сотрудник Милиции старший лейтенант По этическим соображениям фамилии не называют Получил множественные ранения дробью шеи, лица, рук и ног После событий на Рыборской Правоохранители открыли уголовные производства По трем статьям Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство Организация массовых беспорядков И покушение на жизнь сотрудников Правоохранительных органов Как открыли, так и закрыли Одесса 2 мая При пожаре в Доме профсоюза Погибло свыше 50 человек Более 200 градусов Одесса на патрибу Как просвещала в мировой сообществе Мировой сообществе Которая, к сожалению Усмотрела в это Какие-то бытовые Проблемы В Доме профсоюза Почему-то говорила О способности нации К самосожжению К самоуничтожению Вплоть На тот момент Еще не использование Бытовых приборов Краматорск 3 мая От огнестрельных ранений Скончалось 6 человек 15 лет тяжело заняли Мариуполь 9 мая В результате боев в Мариуполе Убиты 99 человек Ранены Ранены Я затрудняюсь сказать Потому что цифра Которую нашла я От 20 до 80 Опять официальные Неофициальные данные Красноармейск Красноармейск 11 мая Погибшие на избирательном участке Луганск Луганск 2 июня 5 убитых 8 раненых Мирных жителей За старатую пограну 10 человек ранены Славянск 8 июня Кровавая кровь Раскурненные дома Водившие мирные жители Как минимум 4 человека 3 дешев 5-летняя девчужина Семенов 12 июня В ходе операции С применением запрещенных Международной конвенцией Видов оружия Пострадало около 10 человек Есть Убиты Корло В результате обстрела Горловского 27 июня Погибло 13 человек Среди них 2 ребенка 1 годик И 5 лет 6 августа Семенов Расрушение городов Красноармейск Жертвы среди них Населения И ополчения А также 18 убитых И 54 ран Со стороны Насквартии Только в Первомайске И в Курлеве За сутки Погибло 39 человек Было рубежное Была Волноваха Счастье Амбросиевка Торрес Шахтерск И с другими Везде кровь Везде страдания Смерть Смерть Вам И с другой стороны А ты Смерть akteя